И очень просто понять самое сложное. Недавно с одной женщиной разговаривал. Она говорит, знаешь, Евгений, вот мы с мужем вкладываем в отношения слишком много надежд. Мы мечтали о том, чтобы быть безупречными для друга, идеальной парой. И обнаружили, что оказывается, вот эта любовная связь, которая между нами возникла поначалу, она была для нас приятна, удовольствие получали, проблем не испытывали особых, как-то шло всё по маслу. Но где-то лет через 7-8 начались сбои. Они и раньше были, но как-то так вот по инерции любви хватало. Сейчас как будто бы любви не хватает. И знаете ли, мы подумали, может быть, мы друг к другу относимся, сравнивая с нашими родителями. Они очень хорошие. Мы их любим. Ностальгия по материнской любви, по отцовской защите, вниманию. Ностальгия по тому взрослому человеку в лице дяди или тёти или тренера, или просто хорошего соседа, дяди Васи, она всегда остаётся, потому что в детстве мы к этому стремились неосознанно. И в детстве запечатлевался вот этот образ человека, какой он должен быть, мужчина и женщина. И вступая в брак, мы невольно начинаем сравнивать своего мужа или жену с теми образами, которые нам когда-то понравились. Мне когда-то нравилось лет в десять Толкунова, Валентина Толкунова. Известная российская певица, к сожалению, уже её нет с нами. Но она так мне нравилась, что я сейчас вспоминаю, думаю, надо же. А ведь её образ влиял на то, как я выбирал будущую невесту. И сейчас отношения с женой, они тоже иногда хотя бы немножко косвенно, но определяются вот этим образом. Но казалось бы, Валентина Толкунова чужая женщина, взрослая, уже бабушка для меня. Почему я продолжаю сравнивать её образ с моей реальной, настоящей, любимой? Да потому что это естественно. И нужно просто понимать, что это так. Во-первых, понимать, с кем вы сравниваете, с какими образами из прошлого, чтобы понять, что на вас влияет. Ну и во-вторых, ведь в этих образах есть как положительное, так и отрицательное. Когда нам человек нравится, мы не замечаем его недостатков. Особенно те люди, которые нам в детстве нравились, ведь мы с ними мало общались. Ведь в принципе мы считали их кумирами для себя, эталоном, идеалом. И они казались нам божественно умными, прекрасными, красивыми. И не было вроде бы никаких недостатков у них. Это только вот родители, те, с кем мы вместе постоянно живём. Да, мы начинаем понимать, что у них и недостатков-то может быть больше, чем положительных качеств. Но вам важно понять, какие образы из прошлого влияют на нынешние ваши отношения. И важно об этом открыто говорить. Рассказывать, просто делиться своими воспоминаниями, чувствами. Устраивайте эти разговоры регулярно, хотя бы раз в неделю. Час в неделю посвящайте тому, чтобы вытаскивать наружу и выкладывать не всё, но по чуть-чуть то, что вы храните в себе. Позвольте вашему близкому человеку задавать вам вопросы, которые проникают в вашу душу, чтобы вы оттуда вытащили то, что вы не замечаете, а он это чувствует. Это болезненные разговоры. Время от времени они очень напрягают наши отношения, но проходя через это напряжение, вы будете становиться ещё крепче, ещё сильнее, поверьте.